был вопрос как инвалиды живут в соединенных штатах по разному живут инвалиды но понятно что это развитое общество и в нем есть ну какие-то социальные программы может быть они не такие обильные что ли как может быть в других демократиях там я не знаю в более таких социалистических на там деньги в европе в канаде более социальных так назовем но тем не менее в соединенных штатах есть очень много программ для инвалидов есть частные фонды есть государственные фонды и там зависит например от того какая-то инвалидность или она временно или она постоянно есть страховки например которые на какое-то время покрывают инвалидность полученную во время работы но тоже есть как бы разные программы есть короткосрочная инвалидность есть постоянная инвалидность есть когда страховка тебя поддерживает там довольно жирно поддерживают если ты пару лет побыл на этом тебя переводят там на какую-то другую инвалидность и тогда ты попадаешь уже на программы штата или там может быть еще какие то есть и там определение само инвалидности в трудовом смысле она очень жесткая то есть но я не хочу сказать что должен пластом обязательно лежать но инвалидом считается человек который там не может делать даже такую работу как там типа марочку клеить там или еще что-то а есть понятие инвалидность когда ты не можешь в своей собственной профессии работать вот если вы когда-нибудь будете столкнетесь с приобретением страховки на случай инвалидности там есть такое определение your own occupation то есть вот допустим человек был врачом зарабатывал не знаю там 500 тысяч в год хирург был и вдруг у него что-то случилось вот профессионально и он не может больше выполнять свои операции он не может вот делать то что он делает ему надо там может быть переквалифицироваться кого-то еще то он будет получать вот инвалидность деньги по инвалидности с частной страховки не с государства просто в силу того что у него была страховка на случай your own occupation но если брать таких инвалидов как бы непрофессиональных ну просто вот бывает и мариты по рождению бывают с детства если люди как бы зарабатывают но вот инвалид живет в семье где есть деньги это одна история и два скажем допустим ребенок на инвалидности но у него родители хорошо зарабатывать это одна история ребенок на инвалидности но у него родители не зарабатывают или не зарабатывают Почти ничего Очень многие люди, на самом деле Вот, оказавшись в ситуации С ребенком-инвалидом Они Сознательно стараются Не зарабатывать, чтобы Как-то так вот такой образ жизни Ведут, я знаю пары, которые разводятся Например, специально там папа хорошо зарабатывает Мама не работает Вот они, допустим, разводятся, и эта мама Там числится, что она там Не работает, и тогда Очень много бесплатных Программ есть для этого ребенка Например, вот допустим, если ребенок аутичный Ну, не дай бог, конечно, но все-таки Это бывает, то Индивидуальные занятия со специалистами Разных там профилей и так далее Это просто вот идет Ну, как бы бесплатно Или там может быть за какую-то номинальную цену Я насчет этого не уверен, я думаю, что бесплатно Поэтому Надо просто понимать, что Все программы, которые есть Рассчитаны на людей, у которых нет денег И, соответственно, когда у них начинают появляться деньги То потихонечку Не в один момент То потихонечку с ростом доходов у людей Сокращается то, что они могут получить от государства бесплатно Поэтому Есть среди эмиграции Особенно вот эмиграции беженской Когда там не разбираются Полезный ты там профессиональный Или какой-то есть Вот там загрузили в вагон и поехал Значит, там было какое-то количество людей Имевшие инвалидность и в СССР Там В прошлой жизни Были какие-то люди, которые, может быть, не имели Но здесь Там праведными, неправедными путями Значит, там оказались на инвалидности Тут Это разновидность Мошенничества Тут есть такая Когда Вот так же, как с автомобилями Да, когда как бы бьют Чтобы получить Компенсацию Вот то же самое и с этим Есть тут Такое тоже За это сажают Очень строго наказывают Но, тем не менее Значит Потому что Люди на инвалидности Они получают Фактически бесплатную медицину Если у них нет денег И там Содержание какое-то То есть Не только медицина Но им и деньгами дают Ну, то есть Есть общие программы Такие, как Велферт, например Как правило Человек на инвалидности Он Получают Ну, не Велфер А то, что называется SSI Social Security Income То есть Ну, как бы такая Типа пенсии Только пенсия Обычно вырабатывается А вот это Тебе дают Потому что Ты не можешь работать Вот это вот Social Security Income Или SSI Вот эти программы В частности Вот инвалиды Получают эти деньги Это не безумно Какие большие деньги Но, тем не менее К ним положено Значит, там Медицина Есть программа MediCal Вот у нас в Калифорнии Или по стране Назовывается MediKate Есть программа MediCare Это для людей Которого 65 лет И инвалидам То есть Инвалиды тоже получают MediCare А то, что MediCare Не покрывает Покрывает MediCal Который у них есть То есть В общем и в целом Их медицинские потребности Покрыты И дай бог Чтобы все работающие Имели вот такое Покрытие И дай бог Чтобы все Американские пенсионеры Которые отработали Имели в старости Такое медицинское покрытие Они его не имеют Они имеют просто MediCare И доплачивают Докупают То, что Инвалидам Покрывает MediCare MediCare Вот это вот Ну вот так живут Инвалиды Я не знаю Ничего хорошего нет В том, чтобы быть инвалидом Но с другой стороны Если это случилось То С одной стороны В обществе К инвалидам Относятся С очень большим Сочувствием Пониманием И Как бы Общество Настроено на то Чтобы Создать инвалидам Возможности Для полноценной Нормальной жизни Вот Как бы Для этого все делается Начиная от того Как Садиться в автобус Там в троллейбус Человек на коляске Да, там Опускается такая Ну Каретка такая И Подхватывает человека На коляске Затаскивает его в автобус Я когда 25 лет назад Там В первый раз увидел Глаза на лоб вылезли Это здесь уже было Всюду Съезды с тротуаров Для инвалидных колясок Очень много Подвижных людей Инвалидов На колясках Я например Как-то был на Крузе На Аляску Мы Значит Ехали На большом таком Теплоходе И Там Полно народу было На колясочках Пожилых людей Вот они там Как-то путешествуют То есть Я бы сказал Что Степень Что-ли Возвращенности К нормальной Человеческой жизни У инвалидов В США Ну Я не хочу сказать Что идеальное Конечно Но во всяком случае Получше с этим делом Чем во многих других странах Я бы так сказал Ну поскольку Поскольку США Это как бы развитая страна То соответственно Как в любой другой Развитой стране Здесь У инвалидов Есть много возможностей Кроме того Я думаю Что Возможность подрабатывать На интернете И как-то быть в социальных сетях Это снижает Вот оторванность Что-ли Людей И друг от друга Скажем То есть инвалидов От других инвалидов Это все-таки Общение какое-то свое Такое Более специфичное И от людей Которые там Не инвалиды И так далее Я думаю Что полегче стало Вот в связи с этим Совсем Но Как есть Если есть какие-то Более конкретные вопросы То Задавайте Ну вот общая Общая картина Жизни инвалидов Вот такая Счастливо